Многие люди у нас в стране и сейчас не знают, что у нас есть такой вид наказания, как смертная казнь. В том числе и я была таковой до того, как момента, пока со мной все это не произошло. Мы ведь тоже не знали. В нашей стране, а маль, что каждый год приговорят людей для смертной покарания. Прежде всего, мы говорим о людях. И не всегда мы говорим о преступниках. Мы все знаем очень много случаев, когда была доказана невиновность людей, которых мы уже не сможем спасти. Люди, которые приговорены для смертной покарания, чекают выполнение прессудов для одного года. Но это не меньше. Мы ведем случаи, когда в Беларуси смертные прессуды выполнялись вельми худко. Я могу привести приклад до такого искра по резонансной справе, по справе Ковалева и Коновалова и выбуху у метро. Ребята всю ночь пытались, издевались над ними, чтобы подписать признание, которое Лукашенко объявил в 5 утра. Потом мы обратились в Комитет по правам человека с жалобой. Надо сказать о том, что государство наше все те рекомендации не расстреливает, пока не будет рассмотрено наше дело в Комитете. Все проигнорировало. Очень быстренько они это все сделали. Как говорится, нет свидетелей, нет и дела. То есть живые свидетели власти нашей абсолютно нужны. Мы ведаем и памятаем об тем, что Улада рабила все махчимое для того, как в громадстве снялись те пытания, которые были относны к этой справе. После приговора, после суда над нашими детьми, тогда большинство белорусов все-таки поняли, какая у нас следственно-судебная система. Мы, как право-боронцы, обраняем людей, которые здесь не вельми серьезное злочинство. Мы разумеем, что частяком гэты люди яныне белые и пухнаты, что гэты люди злочинцы. Але, з іншого боку, мы можем разумеять, что гэты так само люди, в первую очередь, и что они частка наше громадство. Наша краина, яна таким хирургичным шляхом, вырешая гэту проблему, выразивши гэтых людей из социума, не вызначаючи, не разглядаючи, что сталося выникам того, что гэты человек задействовал гэты злочинством. Держава обмяжовывается только тем, что она забивает друг друга своего громадянина. И больше никто не працует со свояками загинулых. Нема неких психологов, нема специальных программ, которые працывали б за гэтым. И гэты гдалей. Тобак держава лечит, что таким чином она свою миссию выкнула. Але у нас так само есть еще один накерунок, таки вельми важный наш погляд, накерунок деянности у нашей компании. Гэта такая асветницкая деянность, по великому рахунку можно так называть, у галине, у теми «Смиротна пакаранья». У минулого года у нас был презентованный вельми серьезный музычный проект, який просовывал идею отмены «Смиротна пакаранья» «Опошний золок». Паша Бандич придумал замечательную штуку, на мой взгляд. Он сделал такой большой-большой концерт, собрал, предложил всем написать песню, которая бы вот их грела, но на тему отмены «Смиротна пакаранья». Я написала песню «Ранится». Если кому-то нужно прочитать сказку в детстве, кому-то ничего не нужно читать, кто-то это почувствует, скажет, да вы что, с ума сошли, что вы делаете. В комнате сидит такая агрессия, что он готов поубивать и винных, и невинных. И этих людей просто нужно перестраивать. Людям, которые не понимают, что они тоже могут нечаянно оказаться на месте этом. Им нужно потихонечку, понемножечку, по крупиночке объяснить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok